Непрерывность спортивных нагрузок Регулярность тренировок – один из главных факторов, способствующих стабильному росту мышечной массы. Это понимает любой спортсмен, который провел в тренажерном зале хотя бы пару лет. Однако, жизнь предъявляет нам повышенные требования, которые влекут за собой вынужденные перерывы в тренировках, и это должно находить отражение в построении тренировочной программы. Одной из самых распространенных ошибок, которые допускают спортсмены, вынуждены периодически пропускать занятия, являются перегрузки. Спортсмены пытаются компенсировать упущенное время, давая себе повышенные нагрузки. В результате они сталкиваются с обратным эффектом. Мышечная масса не увеличивается, наоборот, объем мышц может уменьшаться вследствие недопустимо высоких нагрузок. Поэтому, если спортсмен по каким-либо причинам не имел возможности посещать тренажерный зал более 10 дней, ему нужно уменьшить вес и количество подходов для того, чтобы организм адаптировался и не воспринимал тренировку как стресс. Если вынужденный перерыв длился дольше, до полугода, спортсмену придется сократить нагрузку не менее, чем на 30%. Однако, такие изменения в программу вносятся лишь в тех случаях, если спортсмен в течение 6 месяцев вел праздный образ жизни или имел проблемы со здоровьем. Если же он не пренебрегал утренними пробежками, поддерживал форму, он может ограничиться лишь уменьшением количества подходов, а рабочий вес оставить практически прежним. Но, поскольку каждый человек индивидуален, определить уровень снижения нагрузки можно лишь оценив его работу на первой тренировке после возвращения в спортзал. В данном случае спортсмен должен ориентироваться не только на указание тренера, но и на собственное самочувствие. Внешние признаки утомления дают возможность опытному тренеру правильно подобрать тренировочный режим. Однако, спортсмен должен адекватно оценивать себя и свое состояние, не выкладываться полностью, пытаясь доказать самому себе, что перерыв никак не повлиял на его организм. Как показывает практика, спортивные травмы чаще всего случаются после длительного перерыва, поэтому сезонные тренировки являются наиболее опасными и выматывающими. Со стороны спортсмена было бы гораздо разумнее выделять несколько часов в неделю для регулярных тренировок, нежели пытаться нарастить мышечную массу в начале пляжного сезона. Спортсмену, решившему вернуться к занятиям, следует не только постепенно увеличивать вес и количество подходов, но и добавлять новые упражнения. Помимо основной программы, ему следует подобрать для себя от 5 до 6 упражнений с тем, чтобы чередовать их каждые 2 недели. Это позволит качественно проработать основные группы мышц, даст возможность избежать привыкания организма адаптивным нагрузкам. Как известно, монотонность и предсказуемость являются одной из самых частых причин, по которым у спортсменов пропадает желание заниматься спортом. В результате они теряют форму. В игровых видах спорта, в боевых искусствах фактор скуки сведен к минимуму, а вот при занятиях бодибилдингом проблема однообразных тренировок весьма актуальна. Профессиональные спортсмены способны концентрироваться на каждом движении, включая определенные мышечные группы. Таким образом, их сознание оказывается все время занятым. Но это умение формируется годами, поэтому разнообразие тренировок жизненно необходимо для менее продвинутых спортсменов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok